К сожалению, уровень взаимодействия и качество этого взаимодействия на сегодняшний день находится на крайнем низком уровне. Я бы оценив, если вы не скажете, обязательно выставите оценку. 0,5. Потому что если бы это было выше единицы, наверное, мы бы не отставали. Это было таким параметром, как удельный вес в ВВП, объемов благотворительности в 15 раз от среднего уровня по развитым странам. На сегодняшний день в 15 раз отстаем. Если бы это было действительно на очень высоком уровне, к которому мы стремимся, то, наверное, мы по добровольству бы не отставали в 25 раз. По вовлеченности людей в сектор некоммерческих организаций, работая в некоммерческом секторе, мы бы не отставали в 12,5 раз. От среднего уровня. Я не говорю о тех лидерах по каждому из направлений, от которых мы отставим где-то в 30, 40, 50. Ведь речь идет о том, что это помимо того, что большая часть экономики, я хотел бы, я ориентирую своих коллег относиться к этому именно так. Это не что-то существующее, подвешенное в пространство. Некоммерческие организации, благотворительные. Это рабочие места, это люди занятые. А кроме этого, это люди, которые заняты в отрасли добра. С абсолютно позитивным зарядом внутри, с самыми добрыми мотивами. Мало что может с этим сравниться. И, конечно, я хотел бы, чтобы итогом вот этого взаимодействия стало, чтобы мы не только в рейтингах продвигались, но и не допускали на пути этого какие-то ошибки, которые бы нас отбрасывали в сторону лет назад. К сожалению, такие ошибки допускаются, допускаются на региональном уровне, на федеральном уровне. Мы должны с этим работать. Я не считаю, что это вот так вот. Из-за, в том числе, каких-то критикуемых решений необходимо на этом движение заканчивать. Поэтому, если говорить о перспективах и о задачах. Вы знаете, первое, во взаимодействии всегда есть много сторон. Это не государство. Или не только государство. Это и государство, и социально ориентированные некоммерческие организации, и общественные объединения, и благотворительные. Что для нас, для государства абсолютно вот сейчас понятно. Есть несколько хороших новостей. Первое, хорошая новость о том, что мы считаем, что уровень нашего государственного администрирования требует повышения качества в вопросах благотворительности и некоммерческого сектора. Мы понимаем, что здесь есть, где нам дорабатывать, что мы не дорабатываем. Это означает, что мы достаточно объективно относимся к тому, что надо сделать. Второе, мы понимаем, что мы не можем сделать это без участия активного и взаимодействия и с благотворителями, и с гражданскими инициативами. Это не наша игра. Это совместное занятие. Без взаимодействия мы это сделать не сможем. И это означает, что мы готовы и хотим услышать постановку проблем, вопросов, требований, определения где-то проблем и разбор полетов и ошибок, для того, чтобы в будущем их не повторять и наше взаимодействие было более качественным. И самое главное, что вообще мы понимаем, что это не может быть разовой какой-то компанией. Если мы говорим про развитие добровольчества, то это проект, который и направление развития, который потребует десятилетия. И начинает это сейчас и со студенчества, которое, наверное, легко вовлечется, с детского сада. В нормальном обществе это начинается с детского сада. Посмотрите, как там прививается все это. Гигантская задача. Мы считаем, вот сегодня только утром еще раз обсуждаем, что до конца года было бы правильным, и я хотел бы вас вовлечь в этот процесс, до конца года было бы правильным подготовить некоторый формат документа, который мы уже пару месяцев называем у себя в закрытом и закрытом правительстве, как национальная гражданская инициатива. Это некоторая дорожная карта взаимодействия государства, общественно-гражданских инициатив, доноров по вопросам благотворительности, добровольчества, меценатства, и которая бы описывала, с одной стороны, что нам необходимо сделать в области, в том числе, повышения качества администрирования государства, и с другой стороны, какие бы мы могли взять взаимные мягкие обязательства по развитию этого с точки зрения каких-то показателей, обязательств регионального характера, в том числе и региональных бюджетов. При этом мы очевидно понимаем, что нам необходимо смотреть на лучшие международные стандарты, это там третья хорошая новость, потому что просто агитацией и промоутерством этот вопрос не решишь. Нам надо создавать, первое, правильные стимулы по развитию благотворительности и меценатства. То есть мы предполагаем обсудить и до конца года, я надеюсь, принять решение о методах налогового стимулирования, то есть освобождение взносов благотворительных и пожертвований от налогового обременения. По сути дела, что это означает? Это означает, что государство выступит с партнером и государство выступит с финансирующей стороной, отказываясь от налогового взымания вместе с благотворителями и меценатами. Это непростое решение. У нас идут по этому вопросу уже не первый месяц дискуссии, но я надеюсь на положительное решение. Практика международная такая есть, но и можно спорить о том, как мы будем это дело администрировать и контролировать. И здесь бы я хотел сказать о второй части, которая, я надеюсь, будет тоже обсуждена, правительству принято. Мы просто постараемся с моими коллегами найти согласованные решения. Нам надо упрощать процедуры жизни благотворителей, общественных организаций, связанных с отчетностью, бюрократией и так далее. Потому что слишком много на это тратится времени. И вот мы с Артем проводили межрегиональную здесь конференцию, где собирали вице-губернаторов, руководителей департаментов регионов России, которые отвечают за взаимодействие с общественными организациями, социально-ориентированными НКО. Но все в этих голосах говорят, объем бухгалтерии и нагрузки бюрократической на вообще эту часть государственно-общественных взаимоотношений просто гигантский. И нам надо этого упрощать, потому что, ну вот я разговариваю с фондами, с различными, с фондами «Подари жизнь», с ЧОПАН встречались, со всеми там. У них маленький чек благотворительный. Но для того, чтобы человек был освобожден, а у нас для физических лиц есть негода. Но для того, чтобы вот эти, что называется, сделать человеку налоговый вычет, то есть освободить его от необходимости уплаты налогов с маленького, там, 500-рублевого или 1000-рублевого чета. Необходимо сохранить бумагу на сумму, превышающую ее и времени потратить. Вот это благотворительный взнос. Но нам надо как-то находить тоже выход из этого вопроса. И мы наметили, что мы должны сделать.